Даже Хидео Кодзима в печали. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School. С вас за это лайк и подписка за то, что вы на нашем канале. И сегодняшнее видео у нас, к сожалению, о грустном. Но прежде чем мы перейдем к теме нашего ролика, не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайки, пройти по всем ссылочкам в описании и записаться на пробное занятие. И не забываем про DonatePay, кстати. Новости довольно-таки у нас грустные и печальные. Умер Райан Карази, фронтмен Лоу Роар. Я так понимаю, немногие из вас знают, кто это, но вы послушайте вот фрагмент. Да-да-да, Death Stranding, да-да-да, это один из композиторов, причем один из основных композиторов игры, хочу заметить. И вот такие вот эмбиентовые штуки, это как раз-таки за его творчеством. Ну, раз мы уже, так сказать, познакомимся с последним, давайте познакомимся в целом с творчеством Лоу Роар и вообще с биографией Райана Карази. Райан Карази родился в 1982 году в калифорнийском городе Санта-Кларе. Отец Райана родом из Литвы, а мама из Мексики. В подростковом возрасте Карази самостоятельно учился Пете играть на гитаре, что почетно. Позже освоил арфу, орган, клавишные, перкуссию. После окончания школы выпускник поступил на психологический факультет, но вскоре понял, что тратит слишком много времени на учебу, а не на то, чем действительно хочет заниматься. В 18 лет Райан бросил университет, чтобы сосредоточиться на музыке. Молодой человек пообещал отцу вернуться в вуз, если ничего не добьется к 26 годам. По достижении этого возраста Карази расторг сделку, потому что решил выступать до самой смерти. Музыкальная карьера начиналась у него не с группы. Он выступал сольно, пока не познакомился с бас-гитаристкой Алисией Мэри Кэмпбелл, которая впоследствии стала его девушкой и коллегой. Вскоре к ним присоединился третий приятель Майкл Нокс. Трио в 2002 году основала инди-рок группу Audrey Sessions, название которой Карази позаимствовал из рекламного ролика Sony. Сперва коллектив давал концерты в кофейнике города Ливермора, а затем начал катастролировать по Калифорнии, после по всем Соединенным Штатам. В 2010 году Audrey Sessions презентовали второй EP под названием An Other Perfect Day и дали последний концерт в США. Вскоре Райан перебрался в Рейкьявик и основал новую группу Low Roar, работающую в жанре Ambient. Под названием Low Roar вышло 5 альбомов плюс 1 EP. В целом группа была малоизвестная, пока их не заметил сам Хидео Кодзима, который случайно наткнулся на компакт-диск магазине и назвал музыку чувственной и уникальной. Потом в 2016 году Хидео использовал треки Low Roar, а именно I'll Keep Coming и Easy Way Out, в качестве музыкального сопровождения к трейлеру экшен-игры Death Stranding. Сама игра для PlayStation 4 с Норманом Ридусом в главной роли вышла в 2019 году, а музыка Low Roar прозвучала в ключевых эпизодах. И, наконец, Low Roar добились своей славы. Сама музыка низкого рыка представляет из себя смесь инди и атмосферного такого эмбиента. И вместе они получаются вот такой вот интересный микс, который можно, в принципе, послушать дома чисто для расслабона даже. И сочетание, кстати, с приятным вокалом самого Райана. Так что же с ним произошло? 29 октября 2022 года, в возрасте 40 лет, Райан Каразия ушел из жизни. Об этом сама группа сообщила в социальных сетях, указав в комментариях к посту, что причиной смерти стали осложнения после непродолжительной пневмонии. Также коллектив сообщил, что заканчивает работу над шестой пластинкой. Что же сам гений сказал по поводу ухода из жизни одного из своих любимых композиторов? Я слышал новости. Я не могу в это поверить. Я не хочу в это верить. Без Райана, без тебя и твоей музыки, Death Stranding не появился бы на свет. Твоя музыка будет вечно жить в этом мире и вместе со мной. Благодарю тебя. Покойся с миром. Грустно, не правда ли? А вы многие даже и не знали имя такого героя. Да-да-да. Что же мы можем сказать в итоге? Берегите свое здоровье. Бегите слушать Low Roar. И обязательно пройдите по всем ссылкам в описании. Подпишитесь на наш канал. Расскажите об этом видео друзьям. И до новых встреч.